Иван, здравствуйте. В первую очередь мне очень хочется поздравить вас с третьим местным физкультурно-спортивным клубом «Локомотив ПЧ-3». Занял эту позицию среди лучших физкультурно-спортивных клубов компании «Российские железные дороги». И, конечно же, первый вопрос. Какой ценой далась эта победа? Да вы знаете, любые победы даются всегда с большим трепетом, с большой долей вероятности того, что кто-то может обойти. Всегда есть какие-то трудности. Но я думаю, здесь мы не сомневались, в принципе, что мы должны войти в топ, так скажем, 10 клубов лучших РЖД. Поэтому здесь залог успеха был в нашей команде, которая изначально у нас была еще до того момента, как образовывался данный клуб. У нас уже была база такая хорошая, спортивная. Из работников, да? Да, из работников различных дирекций, структурных подразделений. Мы организовали этот клуб. Люди с удовольствием откликнулись, с удовольствием вступили в наш клуб. И мы с удовольствием развиваем то направление, которое позволяет нам сегодня, наша компания РЖД, развивать спортивно-здоровительные мероприятия. А что вы проводите? Вот вы говорите, у вас организована команда. Во-первых, каким видом спорта вы все вместе занимаетесь? И что вы делаете для продвижения вот этого спортивного духа? Вы знаете, у нас разносторонние и очень, так скажем, разнонаправленные виды мероприятий. Легкая атлетика, волейбол, гири, плавание, турникмен мы развиваем. Вот недавно наш клуб занял первое место, стали чемпионами на призы начальника дороги по волейболу. На Красноярской железной дороге? Да, на Красноярской железной дороге мы стали чемпионами. Поздравляем. Да, спасибо большое. Поэтому, так скажем, принимали активное участие во всех различных спартакеадах, фестивалях. От Росправжал, которые мероприятия проходили спортпоколением, мы всегда принимали активное участие, становились не раз победителями. Это голос будущего победителя тоже? Да, да, да. Это голос будущего победителя. Как вот это совмещать удается? Работу, занятие спортом, пусть и для себя, а еще и отцовство? Вы знаете, ничего сложного нету. Когда есть желание и стремление стремиться вперед и побеждать, то всегда найдешь время и выберешь минуту-две для того, чтобы уделить время спорту. Подтянуться, отзаться, пробежаться. Ребенка уже втягиваете в эту спортивную жизнь? Да, стараемся, стараемся втягивать. Пытается повторять, как подтянуться, как залезть на турничок, как по канату залезть, пробежаться. Иван, давайте об этой победе еще раз. Во-первых, за третье место что-то дают? Грамоты? Какая вообще здесь мотивация, в принципе, принимать участие в подобных конкурсах и биться за право быть лучшими среди физкультурно-спортивных клубов компании? Вы знаете, здесь у нас будет 120 тысяч грант, мы выиграли, да, за третье место. Он позволит нам, соответственно, оснастить более профессиональным оснащением спортивным наш основной базовый центр, это спортклуб наш. Будем ждать разъяснений, может, мы их направим на приобретение еще чего-либо. Мы выиграли грант в 2020 году на 800 тысяч рублей по программе оснащения спортивных клубов. При их создании оснастили наш спортивный зал. Он у нас до этого функционировал, какое-то оборудование у нас уже имелось. Сейчас мы потихоньку приобретаем еще оборудование. И нам его приобретает в рамках программы меценатства компании РЖД. Оборудование очень хорошее, профессиональное. Клуб у нас сейчас фактически оснащен всем, чем необходимо для того, чтобы заниматься разнонаправленно по всем видам направлений. Здесь мы очень благодарны. Сейчас вы понимаете, что вам еще необходимо? Может быть, форма вам нужна? Вы знаете, мы сейчас отдельно облагораживаем кардиозону. Туда будет приобретаться вот и за счет этого гранта еще дополнительно беговая дорожка, которая нам необходима. Планируем, если получится, грибной тренажер нам туда необходимо. Он нам позволит закрыть, так скажем, пробел подготовки к спартакиадам и каким-то фестивалям. Особенно для легких атлетов. Это хорошая такая кардионагрузка. Иван, а сколько всего человек в вашей команде? Именно те, кто занимается... У нас вообще в нашем клубе более 80 человек. Это много. То есть и все вы заряжены идеей вести здоровый образ жизни? Да, конечно. Это цель нашего клуба, да, пропаганда здорового образа жизни. Его, так скажем, преподнести и зарядить той энергией, которой мы заряжаемся на наших соревнованиях, зарядить той энергией зрителей или участников, которые еще приходят смотреть, оценивать, что это из себя представляет и надо ли вообще этим заниматься. Как много работников за последние годы, исключая 2020 особенный, присоединился просто потому, что они пришли, болели за вас, может быть, понравилось им что-то, а потом стали вот той частью тех, кто сегодня ходит и занимается? Если мы смотрим на статистику, то у нас, получается, 27 человек буквально за год в наш клуб присоединились. Те новички, которые приходили, посмотрели. Мы им показывали, так скажем, презентацию нашего спортивного клуба, основную нашу базу. Люди приходили, с удовольствием оценивали и приходили, записывались и принимали активное участие в занятиях и в том числе потом принимали участие в наших фестивалях. Вот задача у вас какая? Развивать клуб, чтобы было у него больше участников? Потому что вы говорите про фестивали, про спартакиады, то есть есть еще и множество массовых мероприятий, есть еще и задача быть лучшими в конкурсах, в частности, да? Как у председателей? Ключевая цель, она какая? Не только развивать с влечением, да, но и завоевывать первые места. Победитель всегда один, это первое место. Поэтому всегда надо стремиться для того, чтобы завоевывать везде-везде первые места. Ну, если не получается, можно и утешительные вторые и третьи места. Поэтому здесь основная задача – это развитие и вовлечение всех желающих, кто, так скажем, проявляет интерес к здоровому образу жизни. Иван, а в последнее время вы видите, что этот интерес, он подкрепляется не тем, что это сегодня модно, есть некий тренд на тот самый ЗОЖ, а просто потому, что люди действительно головой понимают, что это еще и полезно, это их обогащает внутренне, и спорт действительно заряжает, да, он дает тебе некую силу и энергию, он помогает тебе просто существовать. Это несомненно, да, потому как особенно в нашей работе, неважно, какую сферу мы возьмем, будут это рабочие или руководители среднего звена, высшего звена, всем необходимо отвлечься, где-то проявить себя и получить тот заряд бодрости для того, чтобы почувствовать его кому-то на день, да, кому-то на неделю, кому-то на месяц. Это, безусловно, основной фактор, кто приходит для того, чтобы сменить ту обстановку и не поглощаться всего лишь работой и какими-то другими факторами, которые связаны с нашей основной производственной деятельностью в компании РЖД. Понятно. Последний вопрос. Вы сказали, что вторые и третьи места, они утешительны. Получается, вы готовы взять реванш и биться за первое место в будущем? Задача такая. Естественно. Поэтому мы этот бод начали за здравие. Вот уже все чемпионы Краснодарской железной дороги на призы начальника дороги по волейболу, да. Впереди у нас много сейчас будет мероприятий узловых и на железной дороге. Я думаю, мы будем занимать первые места для того, чтобы эта общая статистика повлияла на то, чтобы мы взяли все-таки первое место среди всех клубов ФСК. Спасибо вам огромное. Пусть слова станут реальностью и здоровья вам и спортивных побед. Спасибо большое и на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова